Ну что, девочки, всем приятного аппетита, время обеда. Давайте поедим вместе с нами серых щей. Кто любит суп со щавелем или щи со щавелем, тем наши щи всем бы понравились. Вот, посмотрите, я положила сметанки. Вот они какие. Ну, кто к щам. Я еще буду с чесноком. Ну, и наш хлебушек, посмотрите, какой он. Корону угонять. Да, он такой хрустящий. И в то же время очень пористый. Но у меня такого куска-то много, конечно. Он так хрустит. Довольно. В этот раз просто совсем, смотрите, получился какой. Красивый. И что тебе у меня муж налил, смотрите. Вот у меня маленькая чашечка. Ага, маленькая чашечка. Ну, это большая, мне это маленькая. Чтоб графу маленько отлить. Ой, вкусно как. Сейчас чесночком корону, чтобы все убить. Сегодня на улицу сейчас вышли. У нас на конце улица сосед там умер, и мы пошли с ним прощаться. Так мы, я не знаю, как вообще идти. Мы шли вот как эти два, вот так вот, друг за друга держались. Вот представляете, когда коток-то заливают и на коньках катаются. Вот у нас такая улица. Два гуся. Это вообще. О, лиса тоже пришла щи. Угу. Щи пришла лиса. Скурвы какой-то. Какие наваристые. Со свиненкой. Крупка разварилась. И картошечка, в общем... Все разварилось. Все разварилось. Все очень уварилось, очень хорошо. Видишь? Сразу и прохладнее стали щи. Угу. Майонезик это бахнуло. И по вкусу. Ну, знаете, как бы мы ни варили, какое бы кроша хорошее не было, ну, конечно, вот эти щи в русской бы печке. В чугунке. Чугунке бы в таком. Ну, а хлеб, я считаю, что даже нисколько не хуже деревенского. Вот у нас сейчас, смотрю, на доске объявления, все время продают хлеб. Но в таких же формах, как вот ранние формы, вот эти прямоугольные. Ну, не. Я-то что-то вот этим хлебом там не наесться. А ведь нельзя столько хлеба есть. Ничего нельзя. Хлеб всему голову. Да? Да. Нельзя. Главное, хлеба есть. Хлеб надо есть. Нет, много нельзя есть. О, чесночок уже полез. Угу. Завтра помидоры буду садить. Весна. Ну, почусь соли. Сеня. Ты чего, лиса? Ммм. Лук нюхает. А нюхает потом, почему? Ну, так писнула тогда. Угу. Вот, и нюхает. Ее тут нанюхивает. Это лиса. Наносит. Угу. Суе время писнула. Всем приятного аппетита. Девочки-мальчики. Девочки-мальчики. Что-то не выключено. А-а. Я сейчас отру. Ну, а для чего стирать? Ну, что, девчонки, вот так и день прошел сегодня. Сходили, прогулялись. Ветер, конечно, хоть и западный, а все равно в лесу-то хорошо. Чего я сегодня готовить? Вот уже ужин подходит к вечеру. Надо ужин готовить. Чай-то поели, хлеба поели, а с щами не будешь. Надо на ужин чего-то. На ужин, значит, я в духовку поставила покрылышку, по лапке. Замариновала все с картошкой и в духовку туда. Вот. А еще хочу сделать один из своих любимых салатов. Но салат, не салат, и вроде и салатом не назовешь. Я вам уже тоже его как-то показывала. Ну, заодно и закончу сегодняшний второй влог. И поболтаю. Значит, что? Слабосоленая селедочка. Слой. Слой маринованного лука. Слой отваренной картошки. Вот видите, какая картошечка красивая, желтенькая, да? Но только не целыми такими картошинами, а по крышу сейчас. Такие. Где-то на... Ну, вот на такие кубички. Вот такие. Она такая рассыпчатая. И все заправлю горчичным маслом и диджинской, этой, зерновой горчичкой. Перчиком. Блядь. Язык-то вводишь. Ну, правда-то этот салат я уже вам показывала, но я и такой люблю. Так вкусно он. Он такой, конечно, не праздничный, но вкусненький. Особенно лук маринованный, картошечка и курочка будет у нас. Будничный. Будничный салатик на каждый день. Ой, не как у нас в улицу посыпают песком. Что-то такое случилось-то. А у нас невозможно. У нас вот... Шпризка. Вот если каток... Я уже вам говорила, что вот если на коньках-то катаются... Вот у нас вот так на улице. Это просто, не знаю, невозможно. Лук такой синенький, мариновенький. Вот так, девочки. А, кстати, записалась завтра опять к врачу, к гинекологу. Надо все-таки пройти всех врачей перед посевной, будем говорить так. Чтобы быть здоровой. Ну, а если какие-то там недочеты есть по здоровью, то подлечиться надо, потому что потом болеть некогда будет. Надо в грядке носом садиться. Селедка такая жирная. Я ее всю от косточек перебрала. Прям вот такая. А то муж говорит, аж слюна посекла. Лук я предварительно замариновала еще днем. Вот сейчас все. Мы это помешаем. Оно и в горячем виде вкусно, когда с горячей картошкой. Ну, и остынет тоже вкусненько. Оно потом холодно-то получается, как... Сейчас все мы заправим, девчонки. И покажу вам. Так, вот видите, как красиво. И сейчас маслица. Сейчас аккуратно перемешаем все. Она сейчас настоится еще. Оно уже как запахло горчичкой вкусно. Так, сейчас еще горчички добавим. ПОДПИШИСЬ! В Ютке на 30-е, на финише, ПОДПИШИСЬ! 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 Мы видели, как и назначенно стреляют здесь спортсмены. В данном случае, сценарик, ресторанаты Слованьки. ПОДПИШИСЬ! Которые стремятся стрелять в салонке. Переточены. ну все девочки салатик готов красота да мой лук какой вкусный у меня помариновался вкусненько сейчас попробую маленько и ужинать не буду на меня включена я бы так вот этого полила мне уже никакого ужина не надо я селедку люблю просто обожаю слушайте что муж говорит пол чашечки говорит навернула бы у тебя будет хватило вкусно а ведь ничего тут сложного вообще нету ну сейчас все знаете что добавлю для остроты перчика опа господи у меня все время выскакивает это кто селедку любит конечно вкусного селедка под шубой все это вкусно но это тоже очень вкусно ничего лишнего настолько это все вкусненько так что давайте наверное сегодня я с вами прощаюсь и так сегодня вам второй блок влаживаю выкладываю вот а завтра что завтра пока схожу в больницу потом с утра мне надо помидорчики посадить уже наполовину земля приготовлена так что пока 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 Продолжение следует...